В часто индивидуальных представлениях Майков заявил, что все права на эту датировку находятся у нас, тем самым отчеркнув, что вариант 1829 года перед отъездом Кушкина на Кавказ недействителен и не имеет никакого отношения к тексту. Это было, ну, по тому времени, это было просто борьбой с тем же журналом, библиографические записки, с работниками которых, в частности, с рядом известных литературоведов, так сказать, того времени, Майков вступал в Полины. Публикуя в главке под названием «Стихи Пушкина, когда он уезжал в Петербург», факты у нас Майков атрибутировал. В биографических записках сообщен тот же текст, это восьмистищая, но без даты, лишь с примечанием. Писано перед отъездом Кушкина на Кавказ. Во второй, позднейшей копии этой пирсы, Екатерина Николаевна также не выставила даты, ее и озаглавила следующим образом. «Экспром при отъезде на Кавказ», сказанной в Мазурке на полу у князя Голицына. На основании подобных показаний издатели в сочинении Пушкина относятся к «Экспром» к 1829 году. Но следует заметить, что о поездке на Кавказ Пушкин стал думать за два года до поездки. И данная помета, вернее, и помета на более старшем списке устраняет возможность датировать иначе, чем 1827 год. Затем, был ли «Экспромт» сочинен в доме Ушаковых или же на балу у князя Голицына, это уже не имеет существенного значения. Однако, сведения о старшей копии «Экспромта» с даты 16 мая, к несчастью, нам известны только из работы Майкова, поскольку именно эта копия была впоследствии утеряна. Вместе с тем, даты заколовки в копиях являлись понятами не поэта, а переписчика, то есть Екатерины Николаевны Ушаковой. Поэтому текстологически правильно было бы задать несколько вопросов. Зачем и для кого Екатерина Николаевна делала копии? Чем объясняются разные пометы в них? Пушкинский «Экспромт» был сказан или записан? Ни на один из них Майков ответа не дал. И в печати так и утвердилось его мнение о старшей копии 16 мая 1827 года. «В отдалении от вас с вами буду неразлучен, томных уст и томных глаз буду памятью размучен, изнывая в тишине, не хочу я быть утешен. Вы же вздохнете обо мне, если буду я повешен». Концовка стихотворения, естественно, требовала бы от Майкова сопоставить правду и поэзию по гетто и выяснить, почему Екатерина Николаевна изменила помету, посылая текст, библиографические записки. Приходится возвращаться к истории Пушкина уже. В ночь на 20 мая 1827 года Пушкин впервые выехал в Первокрестольную после семилетнего отсутствия. В Петербурге Пушкин сразу по приезде поселился в гостинице Демута на Мойке и в отдалении от Ушаковой стал флиртовать с Анной Петровной Керой. А затем и ухаживать за Олениной. Менялись объекты привязанности, менялись ситуации. Столь же быстро менялось все. Но, несомненно, в связи с Экатериной Николаевной Ушаковой особенно был бы интересен рассказ о том, как Пушкин неожиданно в 1829 году, в конце 1828 года, нагрянул к ней и увидел, что она пишет письмо меньшей сестре в Малороссию. И захотел приписать экспромт и приписал, когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, то буду я у ваших ног в тени украинских черешин. Казалось бы, слово повешен соединяет два экспромта. Соединяет и разъединяет. Потому что конструкции первого экспромта иные. Там Пушкин уезжает в разлуку. Здесь Пушкин ожидает встречи. И много других деталей, говорящих о том, что они соседствуют. То это разные стихи. Кроме того, что Пушкин тут же забыл свое стихотворение, посвященное Ушаковой. И пофлиртовал с Керн, потом с Олениной. Потом вынужден был появиться в Москве. И естественно, что пришел к Ушаковым. Хотя к тому времени уже Пушкин вовсю, так сказать, осаждал известную крепость Карлс. То есть Наталью Николаевну Гончарову. И придя к Ушаковым, он вдруг узнал, что Ушакова уже дала согласие князю Долгорукому и помолвленно с ним. И Пушкин, по словам племянника Ушаковой Киселева, Елизавета Николаевна вышел замуж за Дмитрия Киселева, хорошо знакомого Кушкина. И Киселев об этом сообщает. И Пушкин воскликнул, с чем же я остался? И Ушакова ему ответила, с оленьими рогами. Деталь незначащая. Если бы дальше Пушкин у него езжал на Кавказ. И Екатерина Николаевна действительно подписала ему этот экспромт перед отъездом на Кавказ. Вернее, не ему, а себе. Вопрос стоит в простой вещи. Если первая запись не могла распространяться в обществе по ряду причин. Она была интимным. Оно было интимным. И в то же время оно обязывало Пушкину сохранять верность. То второе ни к чему не призывало. Оно было шуткой. И неудачной шуткой великого поэта. И поэтому Екатерина Николаевна, подписав эту копию, таким образом разрешила пустить ее в свет. Это стихотворение перестало нести для нее ненужное воспоминание. И в то же время оказалось достаточно весомой паркянской стрелой в адрес Пушкина. Эта история могла бы и не вспомниться, если бы с этой историей не была бы связана другая история, на которую у меня уже нет времени. Но крайне любопытно. Они связаны по ряду деталей, которые находятся в мемуаристике Елены Николаевны Ушаковой. Я говорю о так называемых письмах Пушкина к Собанской. И, значит, сразу же говорю о знаменитом листке в альбоме Собанской, где на часовую было писано стихотворение, посвященное якобы, повторяю, Собанской. Но времени просто нету, поэтому я только скажу несколько слов о сути отказа Татьяне Григорьевне Зенгер в ее понимании, что это письма к Собанской. В альбоме Собанской мы помним были ли стихи? Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны хлестнувших берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем, забытое давно волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний мирных, нежных. Но в день печали в тишине произнеси его тоскуя, скажи из памяти обо мне весь в мире сердце. Тяжело. Татьяна Григорьевна Зенгер, я ни в коем случае не хочу бросить в нее камень, была удивительным человеком. Она умела комбинировать разные явления и объединять их в нечто одно целое, которое считается очень легко. Если бы она, конечно, знала и проверила себя, а была ли ей Собанская 2 февраля 1830 года в Петербурге, а где она была, у ней не было бы сомнений, что эти черновики писем Кушкина никак нельзя приписывать как письма к Собанскому. В это время Каролина Собальская давно уже была в Париже, куда уехала по словам Прожогина в первых числах января 1830 года. Вопрос остается открытым. Кому были написаны эти письма? Можно было бы показать путь, время, что эти письма являются, как оценила их Вольперт Лариса Ильинична, литературным художественным материалом. Впрочем, ни одна Лариса Ильинична, Татьяна Григорьевна, тоже так же оценивала их, ссылая снаряд к пушкинистам, что не помешало ей приписать все-таки конкретному лицу. И последнее. Эти письма можно попробовать описать с точки зрения истории романа о Ра Петра Великого, ибо, как известно, рукописи этих писем нельзя датировать по их положению в альбомах. Зато по положению литературному, откликов литературных, они вполне укладываются в письма героя романа, которого Кушкин еще не знает, что он назовет его Иврагимом. Это та стадия романа, на которую он бросил его писать, потому что он искал выхода из ситуации, которые описывал. Но с этой точки зрения они очень похожи на литературные письма. Спасибо за внимание.